МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Формула здоровья на телеканале ОТВ в студии Мария Шматкова. И сегодня у нас в гостях снова Марина Алексеевна Сущевская, врач-гинеколог-эндокринолог клиники Бобрия. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Здравствуйте. Мы снова рады Вас видеть в нашей студии. Продолжаем говорить о женском здоровье. И сегодня хотелось бы, конечно, осветить такую проблему, о которой, может быть, и знают далеко еще не все женщины, или не могут открыто говорить об этом и открыто задавать вопросы докторам. Это достаточно сложная проблема, называется она менопауза. У нас очень активные женщины. Они ведут просто... Как им сил хватает на все, и на семью, и на работу. И когда вдруг после 40 возникает такая проблема, как менопауза, не все оказываются к ней готовы, и не все знают, как дальше продолжать с этим жить, как дальше продолжать вести такой же активный образ жизни. И многие впадают зачастую, в том числе, и в депрессию. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом. Как все-таки не впасть в депрессию, да, и с достоинством выйти из этого состояния и научиться жить вместе с ним. Я вам хочу сказать, что вот в нашей стране почему-то климаксу, метапаузе, отношения достаточно, ну, со стороны моих коллег, ну, достаточно такое, скажем, мягко, прохладное. Ну, то есть женщина, когда приходит, у нее с жалобами на то, на другое, на третье, ну, врач в лучшем случае говорит, ну, что вы хотите, у вас климакс. Ну, есть, конечно, коллеги, которые очень подробно, внимательно к этому относятся. Вот, они понимают, что это состояние у женщины, которое вызывает у нее изменения в организме, и которое нужно обязательно оккупировать. То есть нужно здесь, какой фактор происходит, что такое вообще менопауза, и от чего она происходит, и с чем это все связано. И почему женщинам после 40, казалось бы, вот она самая жизнь, и тут такой подарок организму. Ну, да, вот здесь как раз возникает вот этот вопрос, когда женщина уже реализовалась во многом, как не во всем, и здесь уже как бы жить и начинать радоваться жизни, и открываются какие-то творческие желания, желание путешествовать, активный образ жизни вести, и вдруг вот это состояние, которое, ну, настигает женщину, скажем, чаще всего после 45, физиологически считается климакс с 45 до 55 лет, но у некоторых женщин, особенно в наше время, достаточно ранний климакс, уже после 40. Что хочу сказать, чем же это все-таки связано? Ну, основа этого всего в том, что наш организм, вот вообще наш организм, вот, это организм, который формируется под влиянием эстрогена, это женского гормона. И каждая клетка нашего организма, я еще раз подчеркиваю, каждая клетка нашего организма, она имеет рецепторы, то есть на нее оказывает влияние эстроген. Что происходит, когда, называемый, начинается климакс, предменопауза, так называемая, снижается функция яичников, потому что основным фактором, вырабатывающим эстрогены в нашем организме, это яичники. Функция яичников снижается, значит, здесь можно разделить два варианта, это ранний климакс у женщины преждевременный, так называемый, который вызван необязательным истощением фолликулярного аппарата, и это поздний климакс, вот, или, скажем, нормальный климакс, после 45. Значит, что происходит в организме? Уровень эстрогенов уменьшается, то есть нет, недостаточно. Тот фолликулярный запас, который был у женщины, он, к сожалению, закончен, он имеет конечные цифры, он закончился. Фоллия у нас контролирует уровень эстрогенов в организме, гипофиз, он вырабатывает так называемый фолликулостимулирующий гормон, вот. Ну, гипофиз, у него нет климакса, он продолжает стимулировать яичники, вот он начинает по этому поводу нервничать, что же такое, начинает вырабатывать большое количество фолликулостимулирующих гормонов, а яичники, они отдыхают, они устали, они отработали, они решили, что им достаточно в этой жизни уже, вот, и прекращают выработку эстрогена. И вот недостаток этого эстрогена, а так как мы должны понять, что эстрогены – это как бы, ну, химические соединения, это гормоны, которые участвуют у нас очень во многих, скажем, биохимических реакциях организма. Ну, вот, скажем, есть такой, может быть, вы слышали, остеопороз, да. Так вот, я могу сказать, что при недостатке эстрогенов у нас кальций не откладывается в кости. То есть он только теряет… А почему нельзя просто, ну, назначить эстрогены, значит, пить их в виде гормональных каких-то лекарственных препаратов? Ну, здесь, понимаете, вот, скажем, этот вопрос, он давно волнует гинекологов, очень давно, вот, как же стареет организм женский, как, что с ним происходит. И поэтому сейчас… И где тут эликсир молодости? Сейчас очень много проведено исследований, вообще самые изученные в мире препараты – это половые гормоны. Вот, больше исследований на эту тему, наверное, не проводилось ни с какими препаратами, ни как с ними. Значит, они достаточно изучены. И здесь возникает какой вопрос? Потому что прием эстрогенов в чистом виде, он, скажем, мы, если организм наш женский, как, что происходит, у нас есть двухфазный период, да, то есть у нас женщины, мы настолько переменчивы, у нас каждый день другой гормональный фон. Вы представляете, каждый день. Женщина меняется абсолютно каждый день. Она абсолютно переменчивая существо. Вот, у нас каждый день. А здесь, когда мы начинаем искусственно вводить гормоны, мы не можем вот таким образом провести, мы вводим какую-то определенную дозу. Эта доза может быть чуть больше в этот день, в следующий день она может быть чуть меньше. То есть вот этой вариабельности нет. Мы вводим абсолютно маленькую, небольшую дозу гормонов. Те гормоны, заместительная гормонотерапия, которая существует при глимактерическом синдроме, значит, она, достаточно много сейчас препаратов, которые можно купировать, все проявления. Но я вам хочу сказать, что здесь есть такое понятие климактерического синдрома. Так вот, климактерический синдром, он может проявляться у женщин, и женщина нуждается в купировании обязательно, в лечении, потому что настолько выраженные проявления климакса, что это мешает ее жизни. Есть легкий климактерический синдром, когда проявления есть, но они особо не влияют на качество жизни. И женщина, ну, она нуждается, но чаще всего в палеотивных каких-то, ну, там, например, что-нибудь успокаивающее, что-нибудь натворное, такие факторы. И есть климактерический синдром практически без особых проявлений, вот, ранее особенно. Значит, все это зависит от чего? Когда начали анализировать, в чем же причина, почему вот одни женщины страдалицы, а вторым все дается легко и просто. Значит, здесь надо упомянуть слово климакс. Климакс, если перевести с латыни, это лестница. То есть женщина постепенно, уровень гормонов у нее падает, и она потихонечку спускается по лестнице к старости, скажем так. Так вот, чем круче лестница, тем выраженнее проявление климактерического синдрома. Потому что, ну, если сегодня уровень гормонов высок, а завтра практически его нет, то организм начинает, ему надо приспособиться, его начинает лихорадить. Гипофиз начинает просто сходить с ума, да что ж такое? Потому что он контролирует уровень гормонов каждую минуту, понимаете? Гипофиз. То есть, получается, это все зависит от особенностей организма. Да, чаще всего. И у каждой женщины это индивидуально и протекает индивидуально, и начинается по-разному. Да, вот я вам хочу сказать, что это очень индивидуально у каждой женщины. Вот часто очень наследственность. Когда ко мне, например, приходит женщина, естественно, я собираю у нее обязательно семейные аналоги, и я уже практически по семейному анализу могу предположить, какой климакс будет у этой женщины. Если мама переносила все легко и просто, если она 80 лет выделит на 60, то эта женщина, в принципе, не нуждается в коррекции, потому что ее базовый уровень эстрогена, у нас эстрогены всегда есть в организме, даже в самом тяжелом климаксе и в самой глубокой старости эстрогены присутствуют в нашем организме. Просто уровень, количество эстрогенов разное. Поэтому, если у женщин достаточно высокий базовый свой уровень эстрогены, то она не нуждается в коррекции, не нуждается в лечении. Эти женщины, они достаточно хорошо выглядят, у них прекрасное качество жизни. Но, к сожалению, таких женщин по разным источникам от 25 до 15%. То есть, в принципе, счастливицы есть. Марина Алексеевна, ну что же делать тем, кто не входит в эти 25-30% и все-таки они понимают, что что-то произошло с их организмом, что-то пошло не так с сегодняшнего дня. Вот в первую очередь, что они должны сделать? Паниковать, не паниковать? Кому обращаться? Куда идти? Или вообще постараться от этого отгородиться и сказать нет, нет, нет? Нет. Я считаю, что, понимаете, здесь происходит часто как? Если женщина с тяжелым климаксом, не обращается в врачу-гинекологу, но лучше, конечно, гинеколог-эндокринолог, который занимается этой проблемой, вот, она очень часто попадает со стенокардией, в кардиологическое отделение, с терапией, вот, в отделение неврозов, неврологическое отделение, даже в психиатрию с депрессией, вот. Вот, а выясняется, что, в принципе, ее не надо лечить у кардиолога, ее не надо лечить у психиатра, у невролога, ее должен лечить врач-гинеколог-эндокринолог. Значит, что здесь самое важное? Есть несколько факторов лечения климакторического синдрома. Ну, патогенетический, конечно, фактор самый главный, основной – это заместительная гормонотерапия. Но заместительная гормонотерапия сейчас, она достаточно обширна. Она включает в себя большое количество препаратов, которые воздействуют непосредственно. Да, гипофиз есть, скажем, препараты, которые воздействуют на рецепторы. Здесь самый важный фактор какой? Значит, женщина, когда она обращается к гинекологу-эндокринологу, значит, гинеколог-эндокринолог ей ставит диагноз. Он ей ставит вот именно этот диагноз, и он смотрит, какое у нее состояние, какие симптомы превалируют. Или у нее эти приливы, отливы, депрессия, пониженный тонус жизни, вот, состояние нервозности бесконечное, беспокойство. Вот, это один фактор. Есть урологические проблемы, да, у женщины сухой слогалища начинается, значит, недержание мочи. Я вам хочу сказать, очень много женщин страдает, и они это скрывают абсолютно. Вот, хотя это все лечится. Женщины не понимают, что это все проявления климакса. Ну, и понятно, что здесь еще последствия потом и остеопороза, вот, хрупкость костей. То есть, много очень факторов. Плюс скачки давления. Значит, кардиологи начинают бесконечно ее лечить давление. Хотя, это все связано климактерическим синдромом. Поэтому, в первую очередь, конечно, при всех этих вопросах женщина должна обратиться к гинекологу. Значит, здесь вопрос какой. Когда женщина приходит к гинекологу, врач ее обследует. Он смотрит состояние яичников. Он смотрит ее гормональный фон. Здесь обязательно маография, обследование молочных шелез. Ну, и, конечно, в лучшем случае это индекс массы тела и плюс минеральная плотность костей. Это тоже необходимо. И уже когда женщина обследована, когда уже выставлен диагноз климакс, вот именно в этот момент, именно в этот момент, когда вот эти все проявления, то ее нужно лечить. Значит, основной патогенетический фактор, я еще раз говорю, это заместитель на гормонотерапии. И только врач может подобрать. Потому что сейчас такое множество препаратов. Одни влияют на, ну, скажем, женщин склонны отеком. Есть препараты, которые уменьшают отеки женщин. Плюс я вам хочу сказать, что когда ко мне приходят женщины и говорят, ой, вы знаете, я боюсь пить гормонов, меня с них разнесет, у меня появятся усики и все прочее. Я так вот могу сказать. Заместительная гормонотерапия, она нормализует обмен веществ. И у женщины те килограммы, которые пришли с климаксом, они уйдут. Но только те, которые с климаксом. Элементарное ожирение половым гормонами не лечится. Но вот эти проявления, они уходят. У женщины появляется тонус. У нее появляется, уходит депрессия. Уходит неврозность. Значит, нормализуется сон. Женщина перекращается эти бесконечные приливы. Вот. Она становится совершенно нормальной. Вот. У нее, как правило, нормализуются проблемы с нарушением оттока мочи. Вот. Исчезает сухость влагалища. То есть, вот этот весь комплекс, характерный для климатерического синдрома, он уходит. Теперь же... Уходит ли менопауза? Да я вам что могу сказать. Менопауза, как таковая, ну, это физиология. То есть, старение организма предотвратить, пока нет методов предотвращения старения организма. Ну, можно смягчить вот эти все симптомы. Значит, уменьшить, потому что... Ну, эстроген, вы же понимаете, это сухость кожи. Это морщинки. Это выпадение волос, грубкость костей. То есть, недостаток эстрогена это все вызывает. Когда наступает климакс, то количество андрогенов у нас неизменено. Оно также продолжает вырабатываться, потому что фолликулы не участвуют в выработке струма яичников. Но вот это количество андрогена, которое вырабатывается в жировой ткани, в надпочечниках, в яичниках, вот они могут вызвать как раз усики у женщин, охриплость голоса, ну, то есть, проявление мускулинизации. Но чем еще, скажем, этот андроген характерен? В том, что есть такой фермент арматаза в нашем организме, который преобразует вот этот излишек андрогенов в женские гормоны. Что еще способствует, так скажем, улучшению климактерического синдрома? Ну, при всем этом, конечно, здоровый образ жизни. Как бы то ни говорили, что бы как бы то ни говорили, но алкоголь, табак, нездоровое питание, оно все, в принципе, ухудшает все проявления климакса. Значит, излишний вес ведет, как правило, чаще всего инсулинорезистентность, и оттуда рукой подать, да, сахарный диабет 2 типа, вот, плюс сердечно-сосудистые заболевания. Ну, то есть, вот этот весь комплекс у женщин, он просто, вот, знаете, как лавины на нее накатывается, и она в панике. Она вчера была здорова, у нее все было прекрасно, а сегодня она утром встать не может. Вот. Поэтому первое, что необходимо сделать, конечно, это обратиться к гинекологу. Ну, более того, не просто к гинекологу-эндокринологу обратиться, да? Обязательно, да, которая разбирается вот именно в этом вопросе. Обязательно уделить этому особое внимание, не откладывать это в долгий ящик, иначе все будет, как снежный ком, только накапливаться, и состояние будет ухудшаться. Да, и я вам хочу еще сказать, что как раз вот применение заместительной гормонотерапии, это уже доказаны факты, я, это ВОЗовские данные, вот, вот именно премии на паузе до 55 лет, они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. То есть это еще и фактор, и жизненный фактор, это очень важно. Снижает уровень остеопороза в организме, значит, уменьшает суицидальные все вот эти суициды, когда женщина, она настолько себя плохо чувствует, падает в такую жуткую депрессию, из которой она не находит выхода, не обращаясь при этом врачей. Плюс вот все эти урологические проблемы, когда у женщины, ну, нарушается нормальная половая жизнь, значит, она начинает чувствовать себя дискомфортно, она перестает себя считать женщиной. То есть это все лечится, это все можно привести в норму, поэтому надо обязательно пойти к врачу, надо обязательно привести в себя, потому что есть такое понятие качество жизни. Понимаете, вот это качество жизни, его можно достаточно легко и просто регулировать, когда, я всегда говорю, лечить очень легко, когда правильно поставлен диагноз. То есть есть. Но я вам должна сказать, что иногда, иногда у женщины вот эти все явления как бы климактерического синдрома, вот были у меня такие пациентки, когда она приходит, вот она в климаксе, вроде все, вот ты начинаешь ее обследовать, и там выясняется, что это не климакс, это гипотиреоз. То есть это заболевание щитовидной железы. То есть это, ну, заболевание щитовидной железы у нас, она, говорят, обезьянка всех болезней, так вот она может маскироваться даже так. Поэтому только врач, только врач после обследования, после, говорится, полной, полностью обследования, потому что нужно обязательно. Вот женщина приходит, я вообще, каждой женщине рекомендую, это даже не мои рекомендации, это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Если женщина, вам больше 40 лет. Значит, раз в два года маммографии, раз в год УЗИ молочных желез, УЗИ гинекологическое, значит, мазочки на онкоцитологию, ну, и гормон ФСГ, фиоликолостимулирующий гормон, и эстроген. То есть вот этот, как бы, комплекс, ну, после 40 сходите, сдайте, посмотрите свой организм. Испите спокойно. Да, испите спокойно. Потому что вы будете уже знать, знание – это оружие против всех этих. Ну, и когда ко мне приходят женщины, которые обратились, которые были в тяжелейшем состоянии, когда я их просто вывожу из этого состояния, и после этого они становятся, вы не поверите, вы знаете, они становятся такие женственные, красивые, молодые, энергичные, что я их практически… у них уходит лишний вес, появляется тонус, жизненный тонус, блеск в глазах. Они, ну, я не знаю, некоторые даже и замуж выходят великолепно, и чувствуют себя при этом очень хорошо. Поэтому я еще раз говорю, что вот как только женщина начинает чувствовать себя не так, какие-то есть проявления, депрессия, нервозность, непонятные перепады настроения, начинает скакать давление, ну, надо обязательно обращаться, потому что только врач может там дифференцировать ваши все проявления. Потому что есть такое понятие, как преждевременный климакс, который, например, вызван, ну, скажем, не тем, что истощились фолликулы, какими-то экстрагенитальными заболеваниями, например. Это может быть вызвано, ну, чрезмерным курением. Курение достаточно вредно. Я вам хочу сказать, оно достаточно вредно для женского организма. И неправильный образ жизни, когда жировая ткань у нас, к сожалению, она тоже гормонально активна, и она может в большом количестве продуцировать андрогены, и у женщин превращается в функции яичников на фоне высоких андрогенов. То есть здесь вот женщины после 40 все-таки желательно обращаться к врачу. И более внимательно относиться к своему здоровью. Да, вы знаете, когда ко мне приходят женщины, которые по 7, по 10 лет не были в врача, это, конечно, печально. Это очень печально. И когда они уже приходят, когда это можно было в достаточно мягкой форме все откорректировать, привести их в хорошее состояние. А они приходят уже, когда уже, знаете, как спасательный круг. То есть надо быстрее и быстрее. Поэтому, в принципе, женщина, я вам хочу сказать, даже женщины после 60 лет обязательно обследоваться. Ну, здесь фактор какой? У нас есть ранние признаки вот климактерического синдрома. Вот эти приливы, лишний вес, давление. Ну, то есть вот этот весь комплекс. Но есть у нас еще и поздние климактерические признаки. Поздние климактерические признаки чаще всего связаны, конечно, это самый большой такой неблагоприятный фактор. Это потеря минерализации кости, остеопороз. Чем он страшен, остеопороз? Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что достаточно большой процент женщин в возрасте после 70 лет перелом шейки бедра. Вот. Чем и при переломе шейки бедра выживаемость очень маленькая. То есть они достаточно быстро, то есть это практически инвалидизация. Очень редко, когда возможность смены сустава. Очень редко, когда, потому что там накладывается много факторов. Не всегда может принести наркоз. Остеопороз может быть такой выраженный, что сустав невозможно восстановить. Вот. Это приводит к полной инвалидности. То есть женщины неподвижны. Ну, отсюда все вытекающие отсюда факторы. Поэтому вот, и как правило, вот остеопороз, его еще называют тихой эпидемией. Вот. Потому что, как правило, женщины обращаются уже к врачу, когда уже начались переломы. Это переломы кости, ребер. Вот. Ну, доходит до того, что любимый внук вернулся с армии, обнял бабушку и сломал там три ребра. Потому что ребра настолько становятся хрупкие, ну, кости становятся хрупкие, что вот тесные объятия, они могут просто привести переломы ребер. То есть даже такие вот. Но хочу сказать, когда уже начались переломы, то в этот момент лечить женщину достаточно проблематично. Поэтому вот остеопороз, остеопороз, вот, это тоже должно быть, особенно после 60 лет, если женщина не принимала половые гормоны, вот, и у нее высокий уровень, значит, разрежения, так скажем, костей, то есть выраженного остеопороза, то обязательно нужна коррекция. Здесь уже не гормональная коррекция. Есть препараты, которые повышают, вот, кальцинацию костей. В общем, здесь, поэтому женщина, она всегда в любом возрасте, абсолютно в любом возрасте, она должна ходить в врачу-гинекологу. Даже есть ей после 60, вот, даже есть после 70, но она должна посещать. И я хочу сказать, что французы говорят, что женщина молодая и красивая тогда, когда у нее свой парикмахер, свой стоматолог и свой гинеколог. Поэтому я всегда каждой женщине желаю, ну, иметь своего гинеколога, которому вы ходите, которому вы доверяете, который вас наблюдает в течение вашей жизни, вот, который корректирует ваши изменения вашего организма и мягко и плавно ведет вас к возрасту, вот, уже, как бы, к такому. Потому что вот, когда мне начинают говорить, что возраст, вот, я не хочу стареть, завтра, войс, все, все плохо. Я вам честно могу сказать. Знаете, в каждом возрасте есть свои какие-то приятные ощущения, свои, ну, скажем, мир открывается как-то по-другому для каждого возраста. И даже в Америке провели исследование, мне очень понравилась эта статья, где выясняли, когда человек счастлив, ну, проводились опросы у женщин. У женщин, кстати, провели. Так вот, выяснилось, что самый большой процент счастливых женщин, как ни странно, это после 55 лет. То есть, когда уже решены многие вопросы, когда женщина может заниматься сама собой, когда у нее уже, ну, что-то реализовалось в жизни, что-то, может, не до конца, но уже основной, как бы, фактор, который, ну, вырастет детей, учеба, внуки, все, ну, все же, внуки уже, как правило, подрастают, значит, дети уже определились, и в самое время заняться собой. Вот. И я всегда говорю, что, знаете, вот этот возраст, да, 60 лет, это вот как природа в августе. То есть еще много очень сил у женщины, еще достаточно всего здоровья, еще много желаний, еще не отступили какие-то, ну, скажем, ну, уже проявление возраста основательного. Вот этот возраст, он изумительный, он прекрасен. И поэтому врач, гинеколог, эндокринолог, вас только, вам немножечко подправит ваше качество жизни, даст возможность почувствовать этот возраст в полном объеме, и жизненно прекрасно и удивительно при всех вот этих проявлениях. Поэтому я думаю, что самое главное для женщин вовремя обратиться к врачу. Вот. Правильно поставить диагноз и правильно назначить лечение. Марина Алексеевна, я думаю, что Вы сегодня ответили на все вопросы женщин, и теперь они не будут бояться этого состояния, этого слова «менопауза», будут к нему просто относиться более внимательно, понимая, что все корректируется, и с этим тоже можно и нужно жить, и активно жить, не отказывая себя абсолютно ни в чем. Ни в чем. Вы знаете, я вот в завершение передачи я хочу привести цитату из Коко Шанель, но я надеюсь, про нее все знают. Значит, она сказала так. Возраст для женщины не самое главное. Можно быть восхитительной в 20, а вчаровательной в 40 лет, и оставаться неотразимой до конца своей жизни. Так вот, остаемся неотразимыми до конца своей жизни. Радуем всех вокруг и своих близких. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Это была программа «Формула здоровья». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова